Настоящие чудо-печи для жителей частных домов начали выпускать в Петропавловске. Топить их нужно всего раз в неделю. Все это время температура в доме будет держаться на одной отметке. Официально их называют котлами длительного горения с пиролизным эффектом. Это один из индустриальных проектов Северного Казахстана. Чем выгодно инновационное отопление, узнавала Нургуль Ахметова. Это обычная печка, которую нужно 5-6 раз в день топить. А вот это печка, которая позволяет раз в неделю топить. За счет того, что здесь процесс длительного горения. Александр Топченко возглавляет предприятие по производству экологичных котлов. Такие широко распространены в Европе. Преимуществ много. Меньше вредных выбросов в атмосферу, а тепло держится до 5 дней. Отсюда экономия трудозатрат, топлива и финансов, отмечают специалисты. Коэффициент полезного действия очень высок, до 92%. Осуществляется это за счет чего? За счет того, что сверху вниз горит уголь. Если раньше школа или средняя больница в пределах 3,5-4 тысяч квадратных метров оплачивали в пределах миллиона тенге, то сейчас это около 10 тысяч тенге. Что позволяет в 100 раз экономить выбросы в атмосферу вредных веществ. Современную систему отопления установили уже в 30 объектах здравоохранения, образования и в жилых домах. Теперь предприятие планирует работать по государственно-частному партнерству и строить новые котельные в школах. А чтобы на оборудование никто не жаловался, рабочие строго следят за качеством. Над одним котлом бригада трудится почти три недели. Тут еще очень много, как говорится, подводных камней. То есть, то, что, допустим, люди простые не понимают, нам надо это все сделать так, чтобы котел в процессе работы не было сбоев никаких. То есть, я за этим слежу, чтобы не было никаких допущенных каких-то промахов. Кстати, на этом заводе придерживаются концепции зеленой экономики и планируют наладить переработку золы в строительный материал. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, Петропавловск, 24КЗ.